Вместе споем Идите, расскажите, что отца царей нас ждет Он дал обетование не только хлебом жить Но всяким словом Божьим старайся дорожи Идите, расскажите в каждом поселке и везде Идите, расскажите, что отца царей нас ждет Отвечай молчание, на зов Христа спеши Вредный Его создание, покайся и служи Идите, расскажите в каждом поселке и везде Идите, расскажите, что отца царей нас ждет Братья и сестры, давайте мы поприветствуем двух друга Христос народився Слава Богу, я прочту одно место и мы будем молиться Евангелие от Луки, первая глава, первый стих Как уже многие начали составлять повествование О совершенно известных между нами событиях Лука пишет в своем Евангелии, что все, что он будет дальше писать Это смерть Христа, это и Его рождение, это и Его воскресение И все Его чудеса, он говорит, это совершенно известные между нами событиями И то же самое для нас сегодня, мы верим в них, они нам известны И поэтому, когда кто-то сегодня хочет сказать, хочет как-то очернить эти праздничные дни Хочет что-то сказать, что все не так было, как вы понимаете Мы со всякой смелостью, уверенностью можем такого человека отодвинуть и сказать Евангелие говорит, что это совершенно известные события для людей того времени и для нас также И за эти события, которые мы празднуем, вспоминаем сегодня, мы будем Бога благодарить и молиться Помолимся, братья и сестры Отец Небесный, Господь и Бог наш Иисус Христос, мы благодарим Тебя Благодарим за Твое рождение на эту землю, за то, что Ты пришел в этот мир За то, что Ты стал человеком, Господи, для того, чтобы нас соединить с Небесным Отцом Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы абсолютно верим, что это так и было, Господи Мы верим в Слово Твое, мы верим в Твое Евангелие И мы благодарим Тебя, Господь, за Твою безмерную любовь, которая привела Тебя на эту землю И которая привела Тебя и на Голговский крест Господь, мы благодарны, ведь все это произошло ради великой Твоей любви к нам, людям, людям, которые этого не заслуживали, Господи. И сегодня мы хотим прославить Тебя, возблагодарить за этот праздник, поклониться Тебе, потому что это событие для нас праздник и торжество, Господи. Благослови всех, кто приготовили что-то для того, чтобы прославить имя Твое Святое, чтобы нам получать назидание всех людей, которые подготовились для этого служения, Ты благослови, и мы все придаем в Твои святые руки, наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Будем продолжать петь. Придите к младенцу, верные, с весенним. Придите к младенцу, верные, с весенним. Придите скорее, придите скорее, к нему в Ифрии. Царь вам родился, царь всего тварей, Придите поклониться, придите поклониться, Придите поклониться к младенцу Христу. Небесные горы, ведь хвалы воспели рожденному, Ясно, ясно, к царю всех царей. Слава вовеки, слава вовеки, слава вовеки Богу, Придите поклониться, придите поклониться, Придите поклониться к младенцу Христу. Спаситесь молитвой, мы к тебе приходим, Тебе честь и славу от сердца моего. Вечная Божия, слава вовеки, Придите поклониться, придите поклониться, Придите поклониться к младенцу Христу. Придите поклониться к младенцу Христу. Слава Богу, вы можете присаживаться. Придите поклониться к младенцу Христу. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Дорогие друзья, дорогая Церковь Господня, слава нашему Богу! Я благодарю Господа за то, что Он нам подарил эту прекрасную возможность снова собраться здесь, в Дом Его, и мы продолжаем праздновать и вспоминать о Рождестве нашего Господа Иисуса Христа. Вы знаете, каждый год, когда наступает Рождество, многие люди украшают свои дома, мы слушаем рождественские песни, мы поем калядки, мы дарим друг другу подарки, чтобы напомнить себя и других, которые вокруг нас о Рождестве Христовом. И, друзья, это очень хорошо. Вы знаете, сегодня многие люди говорят, что нельзя праздновать Рождество, потому что мы не знаем точную дату Его рождения. Но, дорогие друзья, мы не празднуем дату, мы празднуем само событие Его рождения. И у нас действительно есть повод к радости в наших сердцах, у нас действительно есть повод к празднику. Ведь, подумайте, сам Бог воплотился, чтобы спасти тебя и меня. Но сегодня вопрос стоит, дорогой друг, дорогая душа, а есть ли в твоем сердце праздник? Что для тебя значит этот праздник Рождества и кем является в твоей души, в твоей жизни Иисус Христос? Вы знаете, сегодня мир не отвергает того, что Иисус Христос жил. Они не отвергают того, что действительно был такой человек по имени Иисус Христос. Есть сегодня доказательства истории, что это было. Очень часто многие люди из этого мира даже соглашаются с некоторыми учениями Иисуса Христа, говорят, что да, действительно Он был очень мудрым учителем. Но, дорогие друзья, они останавливаются здесь. Они говорят, что Он просто был обычным человеком, так как я и ты, и Он умер, так как все люди в этой истории. Они не верят тому, что Иисус Христос был Сыном Божьим. И они не верят тому, что цель Его пришествия на эту землю, чтобы спасти их. Но, дорогие друзья, если это правда, то какой смысл Рождества? Какой смысл праздника Рождества? Ну, дорогие друзья, мы знаем, что это сегодня неправда. Мы знаем, что возлюбил Бог нас, возлюбил Бог этот мир, что Он послал нам Своего Сына, чтобы я и ты, чтобы мы могли сегодня иметь спасение в нашем Боге Иисусе Христе. И слава Богу за это. Матфея, 16 глава, 13 по 17 стих, пишет так. Иисус спрашивал учеников Своих, «А за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр отвечал Ему, сказал, «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал Ему в ответ, «Блажен Ты, Симон, Сын Иоанн, потому что не плоть и кровь открыли Тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах». Другие друзья, то, что сегодня мир говорит об Иисусе Христе, это не новость, так как и тогда, и в прежние дни, они не видели Бога, они не видели Сына Божьего в Иисусе Христе, они не видели своего спасения в Нем. Но, другой друг, дорогая душа, сегодня Иисус спрашивает у тебя, «А ты за кого почитаешь Меня?» Кем является сегодня для тебя лично Иисус Христос? Что для тебя значит этот праздник Рождества? Является ли он центром в твоей жизни? Является ли он Богом в твоем сердце, которому ты готов отдавать все, все свое время, все свое старание и все, что у тебя есть? Или, может, другой друг, он в твоей жизни где-то в стороне, и ты к нему приходишь только тогда, когда у тебя есть нужда, только тогда, когда у тебя есть трудность в твоей жизни? Дорогая душа, если у тебя сегодня не является Иисус Христос Сыном Божьим в твоем сердце, то устрашись и умоляй Бога, чтобы Он это тебе открыл. Христос отвечал Петру, «Не плоти и кровь открыли тебе это, но Отец Мой сущий на небесах». Да, Иисус Христос пришел, чтобы спасти каждого человека. Но, друзья, это спасение только приходит тогда, когда мы принимаем Его как нашего Спасителя, как нашим Богом. И действительно, Он этого достоин, дорогие друзья. Разве Он не достоин этого праздника? Разве Он не достоин, чтобы наше сердце ликовало? Ведь, подумайте, сам Бог всякой плоти, Творец Вселенной, Творец всего, что мы видим и знаем, и намного больше этого. Царь Царей, Бога, которым написан, преклонится всякое колено, сошел с своей небесной славы, родился в яслях, в нищету, был унижен, пострадал и умер за Тебя и за меня, дорогой друг. Чтобы мы могли сегодня здесь быть, в Его доме, чтобы мы сегодня могли иметь этот праздник в наших сердцах, и чтобы мы сегодня могли иметь спасение. И Он сегодня говорит, «Я люблю тебя, и я хочу быть твоим Богом в твоей жизни, и я хочу быть твоим спасителем». Но, другой друг, ты должен Его сегодня принять, если ты уже не принял. Пока еще есть сегодня время, прими этот дар спасения, потому что, дорогие друзья, Он вновь придет. Он снова придет, но уже не младенцем. Он придет, уже не рождаясь в яслях. Он уже не будет жить в нищете, и Он не будет унижен. Написано, «Се градет с облаками и узрит Его всякое око, и те, которые пронзили Его, и возрядают пред Ним все племена земные». Он придет, как царь, Он придет, как судья, чтобы судить людей, каждого по делам своим. И Он придет, чтобы взять тех, которые приняли Его, как своего личного спасителя, которые приняли Его, как своим Богом в их жизнях. Друзья, давайте каждый из нас сегодня проверить свое сердце. Кем является сегодня Иисус Христос в моем сердце, в моей жизни? Является ли Он центром моего внимания? И что для меня значит этот праздник? Есть ли у меня сегодня радость тому, что у меня есть спасение? Дорогие друзья, давайте не будем забывать о том, что праздник Рождества – это не просто в украшениях, это не в колядках, это не в подарках, но праздник Рождества – о том, что Иисус Христос для нас делал, о том, что Иисус Христос нас купил драгоценную ценою, и что Он нам подарил спасение. Дорогие друзья, давайте склонимся на наши колени и воздадим Богу славу за это. Аминь. Аминь. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... И мы благодарны Тебе, Господь, за это, Иисус. Я прошу Тебя, Господь, дай, чтобы каждого из нас, Господь, чтобы у нас лично в сердце был праздник, потому что, зная, что только через Тебя мы имеем спасение, Господь, только через Тебя мы имеем прощение наших грехов, Господь. И Ты действительно достоин этого праздника, Господь, Ты действительно достоин всего, что мы делаем, всего нашего старания, Господь, и нашего времени. Аллилуйя, Господь, слава Тебе. Прими хвалу, Господь, прими благодарение, Господь, и благослови это служение, Господь, каждого проповедника, Господь, каждого псалма, Иисус, Господь. Слава Тебе, Ты достоин, Отец, Сын и Дух Святой. Амин. Дорогие братья и сестры, сегодня у нас в конце месяца, так что у нас будет сегодня два сбора. Сейчас будет первый сбор на нужной нашей церкви. Так что давайте встанем и вместе споем «Тихая ночь» и да благословит нас Господь, пожертвует, поучаствует в этом. Так что будем петь «Тихая ночь, дивная ночь». Тихая ночь, дивная ночь, Древних сел, лишь не спит, Благоговенье святая черта, Чудным младенцем полны их сердца. Радость в душе и горит, Радость в душе и горит. Дивная ночь, дивная ночь, Нас, небес, возвестит. Радуйтесь, ныне родился Христос, Мир и спасение всех Он принес. Слышен от свет посетим. Слышен от свет посетим. Тихая ночь, дивная ночь, К небу нас Бог призвал, Ловно откроются наши сердца, И да прославят Его все уста. Слава Богу, вы можете присаживаться. Как брат только что сейчас говорил проповедь, Иисуса, ты впусти в твое сердце. Церковь Божия, Господь стоит у двери сердца нашего. И сегодня вопрос, действительно ли Он родился в наших сердцах? Действительно ли Он живет? Следующая песня, Иисуса, ты впусти. Слава Богу, вы можете присаживаться. Иисуса, ты впусти. 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 Продолжение следует... 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 Не украшался Вифлеем огнями... Продолжение следует... 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 Пусть он с отцовской властью очищает, Чтоб светом ярким мы могли светить. Пусть это Рождество для нас не будет Очередным бесплодным в жизни днем, Пусть для труда Господь нас всех пробудет, Зажжет наш дух негаснущим огнем, Чтоб дух святой повел нас по дороге, Где, может быть, никто и не ходил. Чтоб мы несли благую весть о Боге, О той любви, что Он в Христе явил. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Девушки отдавал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok 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 Слава нашему Богу! Сегодня такой интересный день. Я смотрю, у нас в церкви какие-то вот эти лампочки, какие-то из елки такие длинные штуки, украшения. Елки, деревья какие-то стоят. Внизу здесь игрушки, шишки. Что-то тоже необычное. На сцене люди, наши люди, но обычно они здесь не сидят. Утром, в воскресенье утро, и молодежный хор поет. Что-то интересное, что-то необычное. Тоже что-то как бы странное. У нас обычно часы висят вот там, где-то эти венки, венцы. А вот теперь они внизу. Я знаю, это не только сегодня было, но просто смотришь вокруг нашего собрания, и что-то по-разному. Что-то необычное. И давайте откроем исход с 13 главы и прочитаем. И сделаем связь. Исход 13 глава, с 5 по 10 стих. «И когда введет тебя Господь в землю Хананеев, и Хетеев, и Амореев, и Евеев, и Иевусеев, о которой клялся Он Отцам Твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай сие служение всем месяце. Семь дней ешь пресный хлеб, и в седьмой день праздник Господу. Пресный хлеб должно есть семь дней, и не должно находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих. И объявив день тот сыну твоему, говоря, «Это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта. И да будет тебе это знаком на руке твоей, и памятником пред глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя Господь из Египта. Исполняй же устав сей в назначенное время из года в год». И, конечно, мы сегодня не празднуем Пасху, мы не израильтяне даже, но сегодня что-то необычное в нашем служении вообще в эти дни. И я хотел просто поговорить сегодня о праздниках. Почему мы празднуем праздники, почему мы отличаем дни, почему мы их делаем особыми, и ведь это не просто, чтобы мы полюбовались, не просто, чтобы что-то было просто интересное, развлечение, но я хотел посмотреть, как Бог смотрит на праздники, и что это не мы придумали сами, но Бог. Конечно, мы знаем, что праздник Рождества, он только описан как в истории Нового Завета, но нигде больше апостола, никто не говорит дальше о том, чтобы мы этот праздник праздновали. Но если это плохое или хорошее, я хотел немножко вглубиться, как нам смотреть на это. Вот когда мы читаем исход 13 глава, на что Господь делает ударение насчет этого праздника, или этого дня, которого отличали раз в год. «И объяви в день тот сыну твоему, говоря, это ради того, что Господь сделал со мной, когда я вышел из Египта». Итак, Бог говорит, что делай эти вещи, вот ешь хлеб, это делай семь дней, и мы знаем, что в Пасхе еще там намного больше разных правил, как это все соблюдать. Но Бог ставит ударение на то, что «и объяви в тот день, напомни». И дальше написано, «И когда спросит у тебя сын твой, то расскажи ему, почему». Итак, эти вещи, эти все как бы особенные, необычные вещи, которые делали в этот день, это было для того, чтобы напомнить и себя, и того человека, который это делал, и своих детей о том, кто такой Бог. И даже написано, что 9 стих, «Дабы закон Господень был в устах твоих». Итак, причина этого праздника была для того, чтобы закон Божий был в устах тех людей, которые этого праздновали, чтобы напомнить о Боге. Иногда кажется, что мы делаем эти вещи, вот, например, на Рождество, на Thanksgiving, День Благодарения, и есть столько много необычного. Оркестр играет, хоры поют, другие песни тоже, и это нас наполняет радостными чувствами, но это само в себе не есть этот праздник. Праздник в том, что корень, корень этого есть Бог, а потом вот эти все вещи, которые Его окружают, это должно нас напоминать на то, чтобы мы вернулись в этот корень, чтобы мы спросили, а почему? Почему у нас здесь украшение? Опять, я говорю, что Бог этого не заповедовал нам, но давайте откроем, Римлянам будет 14 глава. Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступает по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает, и кто не различает дни, для Господа не различает. И дальше идет о пище. Давайте еще откроем одно место исход, повернем назад исход, 34 глава, 21 стиха. 21 и 22. Шесть дней работай, а в седьмой день покойся. Покойся и во время посева и жатвы, и праздник седмиц совершай. Праздник начатков жатвы, пшеницы и праздник собирания плодов в конце года. Итак, мы знаем, что паса это не было единственным праздником или единственным днем, который Бог заповедал израильтянам соблюдать. Была еще суббота. И если мы прочитаем 21 стих, написано, покойся и во время посева и жатвы. На что это намекает? Это Бог говорит, что во время посева и жатвы, это обычно, я так думаю, что самые busy, самые такие очень, просто очень много работают люди в эти дни. И Бог говорит, что не забудь, что даже когда ты не успеваешь, даже когда у тебя много дел, много работы, и ты будешь смотреть, что так, нет у меня времени, надо мне и в субботу поработать, потому что что будем делать в конце года, не будет чего кушать. И вот эти переживания, Бог говорит, и в эти времена тоже соблюдай субботу. Бог знает, что и мы знаем то, что мы очень забывчивые люди, мы очень быстро, наша жизнь летит. И я об этом думал, насчет этих суббот, как они каждые шесть или семь дней, и есть еще праздники, которые раз в год, и они как для нас, у нас, которая жизнь, которая летит, время прямо летит, наши года, и это для нас Бог сделал, я смотрю на это, как ABS, система ABS, автоматическая тормозная система, потому что мы летим, и если бы, может быть, эти дни Бог не говорил нам, чтобы мы их соблюдали, или как-то отделяли, как-то освятили их, наша жизнь бы, мы бы быстро могли забыть о Боге, о том вообще смысла жизни, потому что мы такие люди, мы люди, которые, если нам дать, то мы будем просто постоянно работать. То слава Богу, что у нас в этой стране еще есть выходные, есть у нас воскресенье, и мы можем иметь дни, которые мы постоянно приходим в служение, и можем напоминать и себя, и других о том, кто такой Бог, чтобы мы немножко остановились. Шесть дней прошло, так, где я, где я нахожусь, какое у меня состояние духовное, и для этого Бог, Бог нам это заповедовал, чтобы мы отделяли дни, и тоже это праздник в 22 стихе, праздник седьмит, совершая праздник начатков жатвы пшеницы, и праздник собирания плодов в конце года. Опять, почему Бог говорит, чтобы это соблюдать, эти праздники? И не для того, чтобы просто, вот, Бог тебя благословил, и как-то надо просто поблагодарить Бога, потому что, ну, без Бога ничего. Конечно, это да, это есть хорошая причина, потому что это нас напоминает о Боге, но это для того, чтобы мы во всем обилии всегда вспомнили, всегда вернулись к тому корню, или причине этой, почему у нас вообще это есть, почему у нас есть плоды. И так, все праздники, все эти дни, которые Бог заповедовал в Старом Завете, это было для того, чтобы направиться назад к Богу, и не только просто прославить Бога, а чтобы для нас была польза, когда мы, когда мы это вспоминаем, проверить себя, вникнуть больше в Божий закон, и поступать по Божьему. Давайте еще посмотрим в Новый Завет, какой день, или какой день мы сейчас отличаем, который действительно был заповедан в Новом Завете. Это будет Лука, 22 глава, 19 стих. Это сам Иисус Христос, который, Он вообще-то не говорил о Рождестве, не говорил, что вот каждый раз в год празднуйте Рождество. Ну, конечно, это не значит, что нам его не нужно это вспоминать, но Он говорил в 19 стихе, «И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря, «Сие есть тело Мое, которое за вас предается, сие творите в Мое воспоминание». Вот одно, один, этот день, который мы отличаем раз в месяц, мы собираемся, и перед нами стол, и чаши, и хлеб этот, от тела Христова. Иисус Христос говорит, «Сие делайте, или сие творите в Мое воспоминание». И дальше, 1 Коринфянам, 11 глава, 26 стих. 26 стих. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещайте, доколе он придет. Посему кто будет пить, извините, посему кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». Позвольте мне сделать немножко хотя бы параллель, может быть, даже с преломлением и с Рождеством. В том, что как в Старом Завете Бог хотел, чтобы было во всем смысл. Не так, как язычники или люди этого мира празднуют праздники, просто чтобы «О, нету работы, ну, не надо работать в этот день, можно отдохнуть, можно хорошо покушать, а можно с семьей встретиться, catch up, catch up with their family, чтобы, ну, просто так приятно провести время. И для неверующих людей это все, на этом оно и останавливается. Они отдохнули или еще что-то сделали. Но для нас каждый праздник, который мы празднуем, или какой день, который мы отличаем, должен всегда иметь смысл. И мы должны всегда проверять себя, знаем ли мы, почему, почему. Вот есть ли что-то плохого в том, что у нас какие-то украшения есть здесь. Если мы на это смотрим и оно нас напоминает, вот почему оно здесь сегодня, а потом, ага, Рождество, а почему Рождество, а что это такое? И когда мы будем каждый раз, когда мы это все видим, размышлять над этим и смотреть, как оно в моем сердце, как брат в первой проповеди говорил о том, чтобы мы проверяли свое сердце, живет ли в нас Иисус Христос. В Рождестве очень часто, мне кажется, мы останавливаемся на том, что видим вот Марию и Иосифа и маленький, маленький ребенок, видим волхвов, видим пастухов, и оно такое радостное, когда дети участвуют тоже в этом служении, хор, и оно может на этом остановиться, оно наполняет нас радостными чувствами, мы видим, что вот, вот дитёх, как это приятно, как это сладко, и мы можем уехать домой, и просто вот этой радостью наполнившись, просто потому, что было необычное служение, просто потому, что было что-то не особенное, и оно может остановиться просто в этом. Но да будет, давайте попробуем, как как преломление нам заповедуется, чтобы мы проверяли, испытывали себя. Да, конечно, я не хочу как бы это как-то смешивать, но, как здесь написано, чтобы испытывал каждый человек себя, когда принимает хлеб сей, или пьёт чашу сию, но чтобы мы тоже проверяли себя, родился ли во мне Христос, или я просто пою эти песни, просто открываю рот свой, и читаю слова, и сдаваю какие-то звуки, и оно не имеет никакого значения. Да поможет нам Бог, чтобы мы действительно имели понимание, почему мы празднуем любые праздники, почему мы отличаем дни, и чтобы это не было для нас соблазн, чтобы мы не думали, что это как-то сильно много как-то распышно, или как-то надуто, но чтобы во всём, что мы не делаем, во всём, что мы не видим, все эти песни, всё, что необычное происходит на сцене, чтобы оно напоминало нам, и давало нам повод, чтобы проверить своё сердце, чтобы мы действительно имели Христа в нашем сердце. Слава Богу! Слава Богу, братья и сёстры! Я благодарю молодёжи, что несмотря на то, что в них такая большая программа, они уделили и мне короткое время. Пользуясь случаем, хочу поздравить вас с наступающим Новым Годом. Божьих благословений вам, здоровьячка, дай вам Бог хорошие работы, чтобы было что и для семьи, и уделить нуждающимся. это последнее не только воскресенье месяца, но и года. И я хочу так коротко отчитаться за этот прошедший год. Пожалуйста, осветите нашу диаграмму. Это пожертвования наши помесячные. Каждый месяц у нас по-разному. А вот следующее, пожалуйста, это за последних три года. Но в этом году у нас немного меньше, чем в прошлом и позапрошлом. Это впервые так. Обычно у нас каждый год идёт по нарастающей. Но ничего, и это хорошо, и это прекрасно. Благослови вас всех, Господь. Значит, за этот год мы собрали пожертвования 131 1832 доллара. За этот год мы отправили посылок с гуманитарной помощью. 1094 посылки. И очень много, ну, тысячи памперсов для инвалидов оказали материальную помощь для остро нуждающих семей, как в бывшем нашем странах бывшего Советского Союза, так и оказали помощь для членов нашей Церкви. Также благословляли всех гостей, которые нас посещали. Ну, а их было немало, вы согласитесь со мной. Также купили дом, вот буквально несколько дней назад, для семьи, которые хотели отобрать детей, так как их были ужасные жилищные условия. Вот этот домик, видите, добротный домик, 14 тысяч долларов. Но это не только наша церковь участвовала, участвовали другие церкви, братья, сестры, друзья. 14 тысяч домик, и там была хорошая мебель, 850 долларов за мебель. Здесь газ подключен туалет, вода. Очень они счастливы, довольны. У нас благодарное письмо от епископа Запорожской области Василия Годеревича. Больше всего, больше всего радует в этом году меня то, что мы отправили 21 электроколяску для инвалидов. Конечно, большая заслуга в этом нашему брату Ткаченко Павел Илона. Это он искал их, эти коляски. Получалось так, вот я ищу спонсоров, ну спонсоров ищем везде. Я работаю в траковой компании, тракистов не оставляю в покое. Вот, по других церквах ищем. Вот, Павел Ткаченко ищет коляски и привозит их ко мне. Потом мы делаем техосмотр, в основном это меняем, ставим новые аккумуляторы. Они два аккумулятора стоят, по 150 долларов минимум. Это 300 долларов, чтобы поменять аккумуляторы. И, а уже за ваши пожертвования мы платим за отправку этих наших посылок. И я хочу показать вам коротко ролик, где эти инвалиды благодарят вас и они очень счастливы. Когда я летом посещал и заезжал к этим инвалидам, они говорят, Виктор, эта коляска для нас лучше, чем для вас новый Мерседес. Представляете? Я так представил, приезжаю домой с работы, стоит новый Мерседес и записка Виктор, это тебе, пусть Бог тебя хранит от аварии, пользуйся. Вот. Пожалуйста. Дорогие братья и сестры церкви Суламита, мы искренне благодарны вам за пожертвования на приобретение и пересылку инвалидных колясок, которые вы получили. Особая благодарность семье Ткаченко, Павлу и Илоне за инициативу в поиске и приобретении электроколясок. С Божьей помощью мы строим дом Агапы для людей с особенными потребностями. В этом доме будут проживать люди, у которых умерли родители, парализованы руки и ноги, отсутствует уход или плохие условия проживания. Благодаря электроколяскам люди с инвалидностями будут максимально независимыми. сердечно благодарим вас за участие в жизни инвалидов на Украине. Пусть Бог обильно благословит каждого из вас. Я живу в Луцьку. В 2006 році я зламав шию. Рівень С4, С5, С6 компресійный злам з ушкодженням спинного мозга. Ты можешь штовхати звичайный визок? Можу, дуже мало. Кілька метрів до найменшої перешкоди. И все. Тобто рівень травмы высокий и не позволяет мне быть рухливым или физически активным. Кисти у меня не работают, поэтому сам крутить коляску я могу, но очень-очень на ровной поверхности. И недалеко, да, потому что не хватает силы еще. Проеду два метра и мне надо еще отдохнуть полчаса. И передвигаться могу только по комнате. И то очень, ну, как скажем, ограниченное время. На первого поворота потом застреваю и я злюсь. Стараюсь это не звать. Стараюсь как-то там двигаться, шевелиться. Но все равно не получается. Я маю хворобу, ДСП и меотатію. Она начала проявлятися 18-ти роков. На колясі мне стало уже тяжко крутить колеси. По улице я уже не могла лезть, не туда, не сюда. Просто сидим на одному месте. Это, конечно, не цикаво. И свет очень маленький, сирый. Сталась авария и я так остановилась на виску. На жаль, я не могу ездить сама на виску. Руки очень плохо працюють и крутить колеса я не могу. У меня травма спинного мозга на уровне С5-С6. 15 лет упав с криши, сломав ее. Ты можешь пересувати сам на... Нет, сам не могу пересуватися. На такий что треба, чтобы... Нет, сам не могу пересуватися. Сам живу в интернате, я думаю. Так. Да. Тебе вивезли, поставили все стиль. Передобедом прийшли забрали. У тебя есть возможность купить такой визок? Нет, в никаком разе. Мизерная пенсия не позволяет это сделать. Не могу. Если бы я, скажем, накопил денег, то мне пришлось бы купить эти деньги где-то на протяжении 5 лет. Ничего не кушать, ничего не одеваться. А, ты узнал, может ли, например, государство тебе выдать? Я тоже получил в государство визок, только я на нем сидеть не могу. на этом визке. Это просто нереально на нем в моем положении сидеть. Не то, что ездить. За свои деньги я никак не смогу его придбать, потому что на пенсию я его не придбаю. А батьки тоже не купят его мне. На жаль, я не вижу такой возможности, чтобы у меня этот визок был. Я попал сюда в табор и впервые я долго разговаривался, потому что я не знал, что это такое электровизочек. Два я раньше видел, как люди ездят довольные, счастливые. Я разговаривал, разговаривал, а потом, как все, то все забыл. Одновременно. случилось чудо, я два дня назад попал в лагерь и здесь я увидел, что ребята передвигаются на электроколясках и попросил попробовать. Я решил попробовать, как это ощущение. У меня было большое желание попробовать и оценить свои возможности, как я смогу хотя бы на этом виске или я смогу сама самостоятельно пересуватися и в этом быть менее зависимой от мамы или сопровождение Это величезный электровизор это величезный кусок свободы я стал самостоятельным я стал независимой мне не нужно штовхать я могу подъехать туда поговорить с тем подъехать туда повернуть туда и так далее и так далее я лег спать местный электровизор это свобода да я могу решить куда мне ехать куда мне не ехать тебя не останавливает мне умность получилась пятая степень свобода скажем так мог бы обеспечивать себя то есть скажем даже подъехать почистить зубы я бы уже мог подъехать маневренность этой коляской великолепная она разворачивается на 360 градусов на месте поэтому это очень большой плюс но еще я могу не напрягать свою любимую женщину свою жену она может спокойно передвигаться заняться каким-то своим делом любимым то есть она отдыхает то есть там свит просто расширився просто едешь и дивишься там квиточка там квиточка там дерево новое яркое яркое новое очень впечатляю это тяжело описать потому что когда сидишь просто в одном месте то ты видишь один пейзаж и все ты до него звук он тебе напряг страшно напряг что-то изменить просто неможливо можно поехать в тенисця когда еще был здоров и там был хоть вернулся на солнце и поехал это я не знаю ты себя человек чувствуешь понимаешь так хоть на какие-то моменты забывай что ты инвалид если бы церковь не смогла подарить визок то была бы в тебе возможность каким-то способом его отримать по-другому ой обратно обратно это я на это не представляю государство выделяет но я не знаю как это не знаю а по-другому не реально если честно что денег не собрать нет там в интернате пенсия 25% дает на меня живые так то для тебя это и визок это свободу мы отправили за этот год 21 Мерседес, да? Это благодаря вам, благодаря Ткаченко Павел Илона, благослови вас Господь. У меня есть видео как эти инвалиды принимают водное крещение многие из них покаялись приняли Господа в свое сердце как их несут на руках они говорят верую, обещаю а еще больше покаялись родственников и родителей этих инвалидов, которые видят видя то, что совсем чужие для них люди и оказывают им такое внимание и такая жертва так что будем благодарить Господа за руки, за ноги, за то, что мы можем двигаться, за наших деток внуков, благослови вас Господь в этом новом году ну а сейчас мы будем делать это пожертвование уже на январь месяц дорогие братья и сестры мы сейчас будем делать общее пение но мы хочем чуть-чуть по-другому сегодня сделать я хочу пригласить всех которые участвовали ходили вместе с молодежью каледовали мы хочем вместе выйти и спеть радуйся мир Христос кредит так что пожалуйста все которые шли все группы которые шли каледовать пожалуйста давайте вместе вставшие также будем петь давайте let me train you on yeah here I got words right up there так что ваше спасибо и ну и а и Звучит песня. 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 Пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Breath of Heaven Breath of Heaven Lighten my darkness Pour over me your holiness For you are holy Breath of Heaven Breath of Heaven Should have had my place But I am for all I am For the mercy of your plan Help me be strong Help me be Help me Breath of Heaven Hold me together Be forever near me Breath of Heaven Breath of Heaven Lighten my darkness Pour over me your holiness For you are holy For you are holy For you are holy Breath of Heaven Breath of Heaven Hold me together Be forever near me Breath of Heaven 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 Слава Богу 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 Ну, как минимум двое, потому что волхвы. А там пять, десять. Почему-то пришло к нам, что их три, потому что три подарка. Но опять-таки об этом не написано. Вопрос второй, следующий. Откуда они узнали о рождении царя где-то там далеко? По звезде. Тоже много вопросов. Но, наверное, самый важный вопрос, который задаем мы сами себе, а что же все-таки побудило этих людей оставить свою жизнь, собрать экспедицию, длинный караван? Ведь они шли не два дня, они шли, наверное, год. А потом еще после того, как нашли Христа, поклонились, дали подарки и еще назад идти. Что побудило этих людей потратить два года своей жизни? Ответ мы находим во втором стихе. Одно единственное слово – поклонение. Желание поклониться. Моя проповедь прозвучит так. Что движет нами, или какое наше желание поклониться Богу? Что двигает нами на поклонение? Так будет правильнее. Что двигает нами на поклонение? Вот чисто логически. Волхвы узнали о рождении царя. О рождении царя. Приносят ему подарки. Ради чего? Ну, чисто по-человечески можно рассуждать так. Люди приносят подарки маленькому царю, чтобы когда этот царь подрастет, мы ему напомнили – вот ты был маленький, ты нуждался, и мы тебе там подарки принесли. Но это не ситуация волхвов. Некоторые приносят царю подарки, чтобы он решил какие-то их проблемы. Приносят ему дары. Обычно так происходит, когда цари мир заключают друг с другом, посылают послов, приносят много подарков с целью, чтобы как-то он мир с ними заключил. Это опять не их ситуация. Иногда это просто любопытство. Вот царь родился или коронация. Вообще, интересны эти люди волхвы. Они появятся в Библии на 12 стихах Евангелия от Матфея, подарят подарки, уйдут домой и больше никогда не встретятся с Иисусом Христом. Возможно, они даже умрут скоро, ведь это наверняка были немолодые люди. Но то, что они сделали, можно назвать подвигом веры. Ведь все, что ими двигало, вся эта процессия, вся эта экспедиция, вся эта дорога, этим двигало одно единственное желание – поклониться. Поклониться младенцу. И все. Сделать подарки и уйти. Задумайтесь над такой мыслью. Младенец Христос, будучи маленьким мальчиком, который вот здесь находится, можете на камеру показать, получил больше бескорыстного поклонения, чем будучи уже взрослым человеком, который вышел на служение. Во время земной жизни Иисуса Христа Ему тоже приходили и кланялись, и очень много людей. И тоже приносили Ему мешками свои проблемы, своих больных, свои переживания. И вот поэтому, когда мы уже читаем жизнь взрослого Иисуса Христа, Его служения, очень мало будет тех людей, которые бы поклонились Ему просто так. Более того, мало будет просто благодарных людей. Когда-то была такая история, Иисус Христос исцелил 10 прокаженных человек. Вообще проказа – страшная болезнь того времени. Не только потому, что она сама по себе страшная болезнь, но это болезнь, которая заставляла людей становиться изгоями общества, собираться с такими же прокаженными, уходить куда-то за город и жить где-то там, потому что никто с ними не общался, никто не хотел с ними, чтобы нечаянно не заразиться. И вот когда-то Христос исцелил 10 таких человек сразу. Вы помните, сколько вернулось с благодарным сердцем? Один. Один единственный. Слова Христа будут такие, «Не 10 ли я вас исцелил? Где же остальные?» Очень мало будет людей, которые придут и что-то просто захотят сделать для Иисуса, без просьбы, без того, что я тебе, а ты мне, без того, чтобы просить Его, сделать так, чтобы вот он слева, а тот справа сядет. Таких будет много. Люди мешками будут нести свои беды. Кто-то придет, упадет, будет кланяться и скажет, «Дочь моя умирает, помоги!» Другой придет, скажет, «Слуга умирает!» Кто-то упадет, кланясь ему и скажет, «Сын мой жестоко беснуется!» И все это нормально, и все это правильно. К кому же нам идти, если не к нему? Но много ли будет таких, которые, подобно этим волхвам, придут, что-то сделают и уйдут? Их будет немного, но они будут. Это будет женщина, которая разобьет алавастровый сосуд и помажет Иисуса. И ее осудят все вокруг. А Иуда даже скажет, «Зачем такая трата? Можно было продать и раздать бедным?» Написано, сказал это, потому что был вор. А Иисус скажет, «Оставьте ее!» Везде, где будет проповедана Евангелие, они и вспомнят. А почему вспомнят? А потому что она будет одна из тех немногих, которые Иисусу просто так что-то сделало и ничего не требовало. А вот такой человек, его зовут Иосиф из Аримафеи, что он сделал для Иисуса? Он его похоронил. Он похоронил мертвого Христа. Мы не встречаем Иосифа из Аримафеи во время земной жизни Иисуса Христа, чтобы он ходил, чтобы он был рядом. Он сделал большую милость для него. Ведь вообще сделать что-то для покойника, это сделать тому человеку, который уже никогда тебе не воздаст. Он умер. А он понимал, что как-то нехорошо тело Господа, тело Учителя оставить где-то там. Он дал ему гроб, он его похоронил. Я думаю, тот, кто в Америке хоронил людей, знает, что это не одна тысяча долларов. Это не дешевое удовольствие, извините за такую фразу. Иосиф из Аримафеи сделал что-то для него, и он отметен Богом. И прочитая Дума Евангелия, вот придите домой, посмотрите, очень мало будет таких людей, которые просто так хотели ему что-то дать, хотели как-то ему послужить. Их будет мало, мало и мало. Будет много людей, как сегодня Слава уже сказал, что когда его будут спрашивать, за кого вы меня считаете, кто я такой, для них он будет действительно учитель, для других пророк, для кого-то он будет тот, который исцелил моего сына, воскресил мою дочь, мало окажется тех, для которых он станет Богом и Господином всей жизни, хозяином всего моего естества. И именно это отношение и привело волхвов на поклонение. Вот я так задаю вопрос, ну какую же веру надо иметь, чтобы прийти в бедную семью, увидеть мальчика, увидеть бедного плотника, и как-то в нем разглядеть царя, в нем разглядеть и сделать подарки, поклониться и уйти. Это ж какую веру надо иметь? Многие люди, видя Христа уже взрослым человеком, творящим огромные чудеса, не имели этой веры, хотя он и бурю остановил, и воскресил, и накормил, и исцелил. И написано, что если бы писать о всех его чудесах, то не хватит всем книгам этого вместить. И тем не менее, вера в то, что он Бог, в то, что он кто-то больше, чем просто человек на этой земле, оказалась не у многих, но оказалась у этих волхвов. Ведь именно вот эта вера, желание поклониться, позволило им потратить, вы вдумайтесь, около двух лет своей жизни. Готовы ли были мы вот так оставить свои дела, работы, все, собрать какую-то экспедицию, и на верблюдах, на лошадях, не на машинах, проделать дорогу почти в год длиной, найти того, кому мы хотим поклониться, поклониться ему, и целый год возвращаться назад к своей обычной жизни. Готовы ли мы на такой поступок? Волхвы оказались готовы. Волхвы оказались готовы. Их двигало желание поклониться. Почему же так важно поклониться? Почему на протяжении Ветхого Завета цари требовали поклонения своим истуканам? Римские императоры требовали поклонения. Вот что это такое? Просто опустить свою голову, встать на колени, или что это? Это очень серьезный шаг. Поклониться перед кем-то, это значит признать того, перед кем ты поклонился, выше, чем ты. Иногда даже признать, что от него жизнь моя зависит. Часто, когда к царям приводили людей, виновных, они падали на колени, они умоляли, потому что понимали, что и царь решает его жизнь. Они кланялись и падали и на спин, на живот, полностью распластались перед человеком. Они понимали, тот, кому они сейчас кланяются, от него много чего зависит. Говорят, что даже в тюрьмах люди делают наколки на коленях, эти колени, колены ни перед кем не преклонятся. И слава Богу, что Господь смиряет и такие сердца, и знаем мы людей, которые с такими коленями кланяются Иисусу. Поклониться Христу, это значит признать его хозяином своей жизни. Это значит признать, он все надо мной. Вообще интересно, в русском языке вошло такое слово поклонник. Говорят, они поклонники, скажем, Майкла Джексона, поклонники Селин Дион, разных людей. Как-то легко и запросто мир говорит это слово, поклонник. Давайте прочтем Евангелие от Иоанна, 4 глава, 23 стих. Слово, сказанное Христом, которое меня очень доставляет, но если не заплакать, то очень серьезно задуматься. Иоанна 4, 23. «Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». Слово, которое меня просто удивляет, Бог, создатель мира, видимого и невидимого, создатель всего, того, что мы видим вокруг себя, ищет кого-то. Это уникально. Бог, Творец, который нет еще мысли, а Он ее же знает совершенно, который говорит, что мои все реки, если бы я захотел пить, а если бы я есть захотел, мои все овцы, валы, все мое. И вот этот Бог кого-то ищет. Ищет тебя и меня, чтобы мы стали Ему поклонниками, чтобы мы стали Ему поклонниками, в Духе и Истине, чтобы мы могли Ему поклониться. Вы знаете, так или иначе, перед Христом все поклонятся, это факт. Написано, что преклонится пред Ним всякое колено, небесных, земных и преисподних. Поклонение Христу произойдет в жизни каждого человека. У кого-то оно произошло уже здесь на земле, он увидел в нем Спасителя своей души и продолжает поклоняться Ему. У кого-то это произойдет после смерти, когда написано, что Сын Человеческий сядет в Сиди, судить всю Вселенную. И тогда уже хочешь, не хочешь, ты преклонишься пред Ним. Тогда ты упадешь на колени, падешь навзничь, ты поклонишься Ему, потому что ты увидишь, кто Он такой. Написано, мы увидим Его, как Он есть. Поклонение произойдет. Но только если поклонения на земле у тебя и у меня не будет, то поклонение после нашей жизни это будет точка. Это будет все. Это будет полный крах и полные разочарования для тех людей, которые открытым текстом утверждают, что Бога нет, которые живут, как попало. Вот то поклонение, это будет финал. Есть такое русское слово, фиаско, полное поражение. Но это поклонение будет. Мы говорим сегодня о том, что движет тебя и меня на поклонение. Ради чего мы поклоняемся Иисусу? Говоря о поклонниках, говоря о поклонниках, если вы посмотрите просто в новостях, люди, которые поклоняются певцам, музыкантам, со временем ты смотришь, они становятся похожи на этих людей. Как-то в новостях прочитал я такую информацию. Человек сделал пять или шесть операций, чтобы быть похожим на Майкла Джексона. Он одевался, как Майкл Джексон. Такую же одежду. Он стопроцентный его поклонник. Постепенно он на него похож. Вопрос к тебе и ко мне. Мы поклонники Иисуса Христа. С годами похожим ли мы на Него? Подумай. Проходит какое-то время, мы верующие люди, мы поклоняемся Иисусу Христу. Можно ли с годами, глядя на тебя и на меня, сказать, да, Он поклонник Иисуса Христа. Почему? А Он похож на Него. Это не значит, мы одеваемся, как люди той эпохи. Мы поклонники, как написано, в духе и истине. Наша жизнь соответствует. Мой дух, мои понимания, мои мысли показывают, что я поклонник. Моя жизнь показывает, что я поклонник. Заканчивая проповедь, хочется подвести к такому итогу. Как вы думаете, знали ли волхвы, что этот их поступок, желание поклониться рожденному царю, переживет этих волхв, волхвов через 2000 лет? Мог ли кто-то из них предположить, что когда он собирал эту экспедицию и пойдет поклониться младенцу, что спустя 2000 лет, наверное, в каждой стране, где есть верующие, о нем будут вспоминать? Я думаю, нет. Я думаю, они не могли представить, насколько далеко их пример поклонения пойдет и вдохновит многих. Я хочу сказать нам всем, у каждого человека есть желание, это нормальное желание оставить что-то после себя, не прожить жизнь, как попало, не прожить ее так, что жил, умер и черточка между двумя цифрами на могильной плите. Каждый человек хочет оставить после себя какой-то след. Я хочу дать всем нам совет. Если в своей жизни мы научимся поклоняться Иисусу просто так, кто знает, может, пример твоей жизни вдохновит твоих детей. Они расскажут своим детям, что их дедушка и бабушка были поклонники Иисуса Христа, они ему поклонялись постоянно. И твой пример переживет, может, многие поколения после тебя, просто потому, что ты был поклонник Иисуса Христа. Я так задумываюсь, за что волхвы поклонились Иисусу? Я не знаю. Но я знаю, за что сегодня мы можем ему поклониться. Это за его голговскую смерть. Это за его крест. Это за спасение для всех людей. Волхвы, возможно, даже и не увидели этого и не знали. А мы знаем. Сегодня, чуть-чуть попозже, через несколько месяцев, мы будем праздновать Пасху. Это стопроцентное основание для поклонения каждого живущего здесь человека. Крест Голговский, распятый, воскресший Христос, это самый сильный аргумент, на который способен Бог, чтобы заработать наше поклонение. Это любовь его. Вы знаете, я думаю, если человек возьмет для себя такое правило, Господь, я буду поклоняться тебе за твою жертву, за спасение моей души. И, возможно, моя жизнь земная произойдет страшными вещами будет наполнена. Возможно, моя жизнь будет, как на блендере вот это, прокрученные фрукты, полна бед, слез, горя, всего, что только можно представить. Но благодаря Голговскому кресту я буду поклоняться тебе всю свою жизнь, потому что ты сделал для меня столько добра еще до моего рождения. Я хочу такую маленькую мысль вставить, дорогие дети, молодежь. В этой жизни двое претерпели страшную боль за вас до вашего рождения, чтобы вам было хорошо. Первый, это ваш Господь Иисус Христос, наш Господь. А второй, это ваша мама, которая, будучи беременнее, мучилась, терпела боль, родила вас в этот мир с болью, с муками, а только чтобы вам было хорошо. Поэтому я бы хотел, чтобы в эти рождественские дни придите домой, обнимите мам своих. Скажите, мам, спасибо, что ты родила меня, что я в этот мир пришел, не просто не пойми откуда, у меня мама есть. Это домашнее задание. Мы сейчас будем молиться, мы будем поклоняться нашему Господу. И возможно, подытоживая этот год, как-то совпадает Рождество с Новым Годом, кто-то говорит, да у меня за этот год ничего не было, нигде не побывал, ничего не купил, вообще прошла обычная, как говорят, серая жизнь. Но если в этой обычной жизни ты и я, мы понимали, что наш Господь, распятый Иисус Христос, заслуживает поклонения за свой Голгофский крест, мы не зря прожили этот год. Если этого поклонения не было, оно должно начаться. Оно должно начаться в этой жизни, иначе будет второе поклонение, там, когда уже менять ничего нельзя. Мы будем молиться. Я благодарю Бога за всех вот молодых людей, вот куда ни глянь, они сидят. И благодарю Бога, что свои таланты они используют, чтобы прославить Господа. Это часть вашего поклонения. Возможно, никто из вас не притащил в церковь золотой кусок, кусок золота кто-то принес в церковь, нет? А смирно, ладан, ну им даже надо на гугле найти, что это такое для начала, да, чтобы знать. Вы время свое посвятили, вы что-то подготовили, вы что-то делаете в церкви, это ваши дары Господу, это ваше поклонение. Благослови вас всех, Господь. В молитве мы тоже за вас помолимся и благословим. Будем молиться, братья и сестры. Отец Небесный, Господь и Бог, наш слава тебе и хвала, Иисус. Я благодарю тебя, Господь. Я благодарю тебя за твою голговскую жертву, Господи. Я благодарю, что в этот день твоего рождения, когда Бога человек пришел на эту землю, Господи, мы вспоминаем твой голговский крест, потому что он один заслуживает поклонения, Господи. У нас разные жизни и разные судьбы, Господь. У кого-то год этот был наполнен горем, болью и слезами, Господь. У кого-то радостными новостями, но все мы в этом году вспоминали Твое распятие, вспоминали Твое воскресение, Господи. И это то, что заслуживает нашего поклонения, Господь. Ты Бог наш, Бог, который не просто где-то там. Ты Бог, который пришел на эту землю, Господь, сошел, стал подобным человеком, Господи. Ты тот, который позволил Твоим творением убить Создателя, и мы благодарим Тебя, Господь, за Твое спасение, Господи. Я прошу, чтобы поклонение Тебе было постоянной частью нашей жизни, Господи. Чтобы Духом Святым Ты касался наших сердец, и мы не забывали никогда о том, ради чего мы поклоняемся Тебе, Господь. И, возможно, жизни наши будут разные, и судьбы наши будут, возможно, тяжелые. Но я так прошу Тебя, чтобы новость, весть о Голговском кресте никогда не стала обычной и пресной для нас, Господь. Я благодарю Тебя за молодые сердца, которые трудятся здесь, Господи, за то, что они, поклоняясь Тебе, приносят свои дары, какие могут, песни, стихи, проповеди. Просто приходят сюда, Господь, выделяя этот день, день Твоего рождения, выделяя каждое воскресенье, давая понять, что им важно слышать Слово от Тебя. Благослови их во имя Иисуса Христа, Господь. Я также благодарю Тебя за наших мам, за наших родителей, благодаря которым мы когда-то пришли в этот мир, которые нас, Господь, родили, воспитали, привели в церковь. Ты их благослови. Ты прости нам наши иногда нехорошие дела по отношению к ним, Господь. А за это собрание, за это служение мы благодарим Тебя, мы поклоняемся Тебе, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий, знай небеса, да святится имя Твое, да приедет в Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш, насущный, подавай нам каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должника наши, и не вреди нас во искушение, но избавь нас от лукавок. ибо Твое есть Царство и силы, и слава вовеки. Аминь. Братья и сестры, я хочу вместе с вами сказать слава нашему Господу. Прекрасный день, прекрасный праздник нам подарил Господь. Вы знаете, одну вещь, я, когда вот брат закончил, пригласил к молитве, я открыл глаза и пожалел, что открыл, посмотрел, и десятки людей встают перед молитвой, перед молитвой и уходят, и уходят. Я думаю себе, о чем это говорит? Это говорит о, что нет веры. Во что нет веры? Нет веры в то, что все это серьезно, вот то, что происходит здесь. Есть интересные вещи, которые нас развлекают. Это нормально. И мы можем, люди могут их получить не только в собрании, когда звучит музыка, песни, хор, оркестры, все это прекрасно, замечательно, сольные номера. У нас в церкви очень много талантов. И не обязательно быть верующим, чтобы радоваться этому. Можно мирскому человеку, невозрожденному, прийти, слушать и получать удовольствие, потому что, потому что талановито, потому что красиво. Вот. Но есть самое то, что отличает нас от людей этого мира. Есть то, что отличает, это рождение свыше. Это серьезное отношение к самой сути, к самой сути Рождества, вот то, что говорилось, Христос родился. Вот. Потому, оно заключено в вере. Мы это воспринимаем серьезно. Рождение Христа, Его жизнь, Его учение, Его смерть, Его воскресение, и вообще все Его домостроительство, Его дело, которое... Мы верим в это. И поэтому, когда приходит самый такой момент, кульминационный момент всего собрания, это молитва. Потому что весь смысл сводится к чему? Мы действительно признаем Его своим царем, своим господином? Вот. Действительно, весь смысл жизни нашей в нем сокрыт? Или это просто вот только разговор? И когда мы в это верим, мы никогда не уйдем. Потому что весь смысл этого, даже вот этого богослужения, это в последние вот минуты стать перед Ним на колени. У нас нет наколок на коленях, что я ни перед кем не склонюсь. И тем не менее, мы ни перед кем не склоняемся, как только перед Творцом Вселенной, перед Царем Царей. Он достоин этого поклонения. Слава Ему за это. И как раз вот этот момент перечеркнуть, в этот момент, когда самый, как я сказал, кульминационная точка, вот самый апогей всего нашего и смысл нашего служения, вот встать и просто уйти от этого, ну, как-то назначить аудиенцию к Царю, назначить специальную встречу, которую много добивался, ожидал. И как только уже дверь открывается, я должен войти, я разворачиваюсь и ухожу. Мне этого, оказывается, совершенно не надо. Смысла нет. Но когда нет веры в это, то тогда все это получается нормально. Встал и пошел, потому что вовремя в машину сел, выехал, не надо ничего ждать. Как это все становится таким, ну, мельчает, таким мелким, незначительным. Вот что делает неверие. Но мы в это верим, и я благодарен Господу, мы еще здесь все. У нас еще есть нужные. Друзья, я когда вот смотрел на этот ролик, что Витя показывал за этих людей, которые благодарят Бога, и они высказывают, ну, что я свободу обрел, как крылья, вот, коляска. А я вот говорю Игнату, ну, надо же, ну, когда же вот, когда же я не буду привычно воспринимать, что у меня ноги есть, а не инвалидная коляска. нормальные ноги, я могу ходить, я могу нормально двигать руками, делать что-то, могу смотреть, видеть своими глазами, слышать своими ушами. Ну, неужели для того, чтобы быть благодарным, надо обязательно или в аварию попасть, или лишиться ног, а потом получить коляску и благодарить людей и Бога за то, что вот такая милость оказана. Друзья мои, нам есть больше за что благодарить, чем инвалиду, который получил коляску. Аминь. Не будем молчать, не будем молчать. Начинает начало дня каждого. Вечера благодарить Бога в мыслях, в сердце, за рулем автомобиля. Благодарите Бога. Но самое большее, самое главное, даже не руки, ноги и наше физическое здоровье, самое главное откровение о Царстве Небесном, о жизни вечном, и о спасении. За это еще больше нужно благодарить Бога, потому что в конечном итоге руки наши, и ноги перестанут двигаться, мы будем уходить от этой земли, но Бог решил проблему вечности, вселил вечность в наше сердце, веру в Него и упование. Мама просит о сыне, он в зависимости, помолиться. У Виталия болят почки легкие, помолиться о нем. Бабушка, о внуках, чтобы дал Господь покаяние и освободил от зависимости. Мама просит о дочери и о муже, о дочери, значит, о муже, у них физическое здоровье, также, чтобы Господь дал мужу покаяние. Есть большая благодарность, Лида благодарит, был инфаркт, вот, но все нормально прошло, значит, была операция. За папу, болезнь обострилась, помолиться, значит, дети просят. Надя, о детях и о внуках, ну, просто простуда, вы знаете, сейчас начинает грипп, вот такой вот гуляет, мы помолимся и об этом. Надя, о детях и о внуках, да, за брата благодарность, операция прошла, значит, хорошо, и сейчас чувствует себя хорошо. За благопорученное рождение Софии, мама и ребенок уже дома. И одна записочка, которую я прочитаю полностью, и вы догадаетесь, почему я решил прочитать полностью. Я хочу поблагодарить дорогая церковь, Бога за маму, моего мужа, детей и еще одну доченьку Александру, которую Господь дарит нам, а также мою самую прекрасную церковь Суламиту. Пусть Иисус обильно благословит каждую семью в наступающем году с любовью Нина. Поняли? Хорошая, счастливая семья, но также любят церковь. Мне очень нравится, когда люди любят церковь, молятся за церковь и благодарят Господу. Значит, еще некоторое объявление. Значит, просим помолиться за доченьку Анелию, Анелию, Веру. Значит, у нее две имени, да, доченька, Анелия и Вера. Наверное, так я понял. Значит, Виктор и Мира. Вы пройдете сюда, чуть-чуть попозже. Приготовьтесь просто. Еще одно объявление. Кто не получил рождественские подарки для детей сразу после собрания в бакетном зале, вы можете их получить. А также есть желание, значит, для желающих купить, тоже можете приобрести. И хорошее событие у нас состоялось вчера, было обручение. Поэтому я, как обычно, приглашаю невесту. Мне нравятся, друзья мои, ну, я этого не скрываю, и, наверное, всем нравится, когда в нашей церкви наши братья женятся и берут в жены наших сестер. Ну, лучше уже не придумаешь. Но если наши сестры выходят замуж за братьев с других церквей и приводят их сюда, тоже нормально. А вот братьев, чтобы уходили в другие церкви и брали оттуда, вот как-то вот, ну, ну, ничего не сделаешь, сердцу не прикажешь, и такое бывает, тоже будем благословлять. Но то, что у нас сегодня, это идеальный вариант. Итак, невеста Наташа Кулакевич. Где ты есть, Наташа? Проходи сюда. Итак, Наташа Кулакевич, член нашей церкви и жених Сережа Шевцов, тоже член нашей церкви. Так что, Сережа, тебя здесь ждут. Я думаю, друзья мои, что вы и родители знаете, вот, особенно, особенно папу Наташи. Он здесь ведет общее пение, да? наш Павел Кулакевич, ну, и Шевцовых, вы тоже знаете, вот, Сережа, Наташа. Ну, как обычно, небольшой тест, готовы? С кого начнем? С кого начнем? Все равно, да? Ну, такой традиционный вопрос. Все-таки, брак, это серьезно, ты же понимаешь, да? Так вот, как ты думаешь, ты уже готов к браку? Да. Быть мужем готов? Готов. Что для этого надо? Что ты приобрел, усвоил, и уже, как говорится, пронесешь через всю жизнь? Ну, я думаю, любить жену, нужно Богу служить, и все приложится. Молодец. Просто идеально. Любить жену, служить Богу, даже может наоборот, служить Богу, любить жену, и все приложится. Аминь. Ну, Наташа, ты как думаешь, что самое главное нужно для жены, чтобы была счастливая семья, и муж был доволен? А повиноваться Богу и мужу? Тоже правильно, повиноваться Богу и мужу. Друзья мои, они знают, как жить. Брак еще впереди, конечно, семейная жизнь еще тоже впереди, вот, но уже они готовы. У нас еще есть друзья, которые уже в браке. Их наградил Господь ребенком. Так, это Виктор и Мира хотят помолиться за дочь. Где вы есть? Пожалуйста, пройдите. Я думаю, что наши друзья опыт есть, и все-таки хотелось бы у них услышать тоже один маленький такой вопрос. что вы хотели, ну, вы уже сказали, девочку зовут, и что вы хотите? Анелия Вера. Мы назвали ее в честь наших матерей. Как маму Анелия и мирену маму Вера. Что мы хотели? Я думаю, чтобы Господь и дал счастливую судьбу. Чтобы научилась она верить, надеяться и любить в жизни. Это очень важно. Ну, и, конечно, как вы сказали, родилась выше для Царствия Небесного. Это прежде всего. Очень хорошая мама. Что добавит? Ну, я бы хотела, чтобы Бог дал мне мудрость и передать ей все ценности, которые Бог хочет видеть, чтобы это внутреннюю красоту ей передать и переложить, уложить ей. И также, чтобы, конечно, она встретила Бога и лично познала. Большое желание. Прекрасное, прекрасное желание. И мы будем об этом молиться. А все-таки, как вы будете дома называть? Анелия или Вера? Вот более чаще. Анелечка. Хорошо, друзья. Ну, понятно. Остается нам только помолиться, благословить. Вот. Мы так, как обычно делаем. В первую очередь, мы молимся за девочку, Анелию. Во второй части молитвы благословляем жениха Севеста. И в третьей части молитвы молимся за нужды, которые у нас здесь вот я прочитал. И заключительная часть это поблагодарим Господа за весь этот прекрасный день, который Бог нам дал. Будем молиться. Встанем для молитвы. Милосердный, благословенный Господь, мы так благодарны Тебе за то, что Ты продлеваешь дни жизни нашей на земле. Ты подарил нашим друзьям эту крошку, эту прекрасную девочку, Господь. Благослови Ты ее. Взрасти во славу Твоего имени. На земле много горя и страданий. Ты сохрани ее от болезней, неизлечимых, несчастных случаев и от всего того, что может случиться плохого. Храни ее. Взрасти ее, Господь, по желанию родителей и то, что они высказали, чтобы она, во-первых, с самого детства впитала в себя познание о Тебе, родилась свыше для Тебя, чтобы полюбила церковь, полюбила Слово, полюбила Тебя, Господь дорогой. Родителям дай мудрости быть примером, хорошим примером для подражания в ее жизни. Будь прославлен, Господь, в этой семье и в этой жизни наш Бог во веки. Аминь. Благослови, Господь. Милосердный Господь, также Ты видишь наших прекрасных молодых людей. Они полюбили друг друга и намерены вступить в семейную жизнь. Господи, я понимаю, что им кажется, что все у них получится. И мы в это очень хотим верить. Господь, и тем не менее, мы просим Твоего благословения. Мы просим Твоей помощи. У них хорошие намерения, благие намерения. Они любят друг друга. У них все есть для того, чтобы создать семью. Чтобы хорошую, христианскую семью. И, конечно же, Господь, это Твоя воля. Это Твое определение. Но мы призываем силу Твою. Дух Твой святой. Свыше, Господь дорогой. Дай, милосердный пастор, чтобы они, они никогда не отступили от Тебя. Чтобы они, как и вы, сказали Господь очень правильно на первом месте, чтобы Ты был у них. Чтобы они любили Тебя, верили Тебе, доверяли Тебе. Все проблемы свои решали с Тобою. И, конечно же, взаимопонимание, чтобы вот это начало прекрасное, которое сейчас положено, оно переросло в хорошее, замечательное бракосочетание, а потом благословенную, семейную жизнь. Да будешь Ты прославлен и возвеличен. Сохрани, Господь, от опрометчивых, неверных шагов, которые могли бы перечеркнуть благословение Твое. Храни их целомудрие, в святости, в чистоте. Милосердный Господь, а также наша молитва о всех нуждах, которые я прочитал, которые я держал, Господь, в руках эти записки, не пройди мимо ни одной души. Яви, Господь, милость Твою, исцеляющую силу всем тем, кто нуждается в исцелении. А также, милосердный Господь, тех, которые попали в плен врагу человеческих душ, зависимость какую-то, милосердный, освободи Ты их по великой милости Твоей, дай покаяние и дай новое, новую жизнь, Господь. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя, услышь нас. Господь, мы благодарны Тебе вместе с друзьями, которые благодарят Тебя за исцеление, за успешные операции, за благополучные роды. Благословенно да будет и прославлено имя Твое за все Твои милости, которые Ты нам являешь. А также, Господь, и за этот прекрасный день благодарим Тебя. Будь прославлен и возвеличен за все, Отец и Дух Святой. Аминь. Благодати Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Еще один.